18 декабря все работники ЗАГСа нашей страны отмечали свой профессиональный праздник. Учитывая, что эта дата выпала на пятницу, а это, как известно, самый свадебный день, многие сотрудники российских ЗАГСов усиленно трудились, соединяя сердца влюбленных узами Гименея. Для коллектива Лабутнанского отдела ЗАГС профессиональный праздник тоже был насыщенным рабочим днем. Семь торжественных и не очень регистраций свадеб, а это значит, что в нашем городе родилось еще семь новых молодых семей. Был ли таким же насыщенным на свадьбы и весь уходящий 2015 год? С какими итогами его будут провожать сотрудницы Лабутнанского ЗАГСа? Об этом поговорим сегодня в программе «Точка зрения». Здравствуйте, меня зовут Елена Волкова. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы также можете присоединиться к нашему разговору и задать свой вопрос гостям нашей студии. Наш телефон 2-16-38. Ну а я с удовольствием представляю своих гостей. Ольга Юрьевна Незнаева. Рядом с ней Людмила Владимировна Пекарская. По левую сторону от меня Ольга Георгиевна Адайская и Наталья Алексеевна Винниченко. Добрый день всем. Такие яркие, красивые, торжественно, празднично одеты наши сотрудницы нашего Лабутнанского ЗАГСа. Ну что ж, давайте, наверное, начнем вот с чего. В 2013 году наш Лабутнанский ЗАГС отмечал свой юбилей, 60-летний юбилей. Получается, в этом году ЗАГСу 62 года. Людмила Владимировна, 25 лет из них. Вы стоите у руля, управляете командой, возглавляете наш городской отдел ЗАГС. Вот скажите, пожалуйста, с чего же все началось в вашей карьере? Может быть, даже вы вспомните свою самую первую церемонию бракосочетания, которую вели вы? Ну, началось с того, что страна была вся в альтернативных выборах, поэтому все писали свои заявки, кто желал, хотел. Старая команда оставила свою программу, новая команда желающих на альтернативной основе свою программу выставляли. На мое место было 8 человек. Ну, как-то так получилось, что я вот взяла пальму первенства, 25 лет несу. Уже, правда, пора заканчивать, но это будет в следующей программе. Я думаю, многие не представляют ЗАГС без Людмилы Владимировны Пекарской. Ну, может быть, и так, да, бренд города, да, Пекарская. Ну, а может быть, другой еще ярче бренд будет, поэтому только будем это приветствовать. Ну, вот все-таки о будущем пока не будем, да, говорить, а время покажет. Что касается все-таки прошлого, может быть, вспомните свою первую свадебную церемонию, которую вы регистрировали? Или уже их только было, что не помните? Нет, 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 она настолько для меня яркая и интересная, что старая команда, когда не прошла по конкурсу, она, значит, решила отомстить, таким образом забрала кассету с маршем Мандельсона. А я-то как доверчивый человек, я откуда знаю, что можно такие государственные вещи потерять или куда-то деть. Гимн и марш Мандельсона. И поэтому, когда вошла молодая пара, и я кнопку магнитофона нажимаю, никакого Мандельсона нет, смотрю, там пусто. И я на нервной почве, я так кричала. Я говорю, здравствуйте, здравствуйте, дорогие жених невеста, мы рады, мы очень рады. Я ошеломила весь зал. Марш Мандельсон не понадобился? Потом, когда вспоминали, они говорят, мы сами перепугались того, что мы такой волнительный день, мы бренчеваться сегодня идем. И вы так затмили своим рупором, своей громкой речью. Мы даже считали, он и не нужен был, марш Мандельсона. Ну вот что касается речи, да, как вы сказали, что вы бренд уже ЗАГСа, да, а ваши речи, так это и вообще отдельная, я бы сказала, эпопея, да, во многих садебных церемониях. Многие считают, что это какие-то заготовки написанные заранее, их несколько, выучены они. Вот все-таки эти речи, ну не только ваши, да, но и девочки, которые тоже, скажем так, принимают участие в этих регистрациях. Это не просто же набор терминов государственных, это какие-то... В моей жизни так часто бывает, что если я проживаю сама какую-то историю или какую-то боль, или какую-то романтическую ситуацию, я обязательно фразу о том, о чем я пережила, обязательно вставляю. И это получается не речь, а как, я не знаю, в моей речи так, есть маленькое напутствие вперед, к чему должны готовиться молодожены и к чему они должны стремиться, какой маячок, как они должны встретить свои 75 лет, что их ждет сегодня, ну и, конечно, в будущем, когда они пройдут какой-то километр по северной дорожке, глянуться на прошлое, чтобы это не был замок на песке. Ну вот это напутствие... То есть все-таки это от души слова, не написанные по заготовке. От души бывало иногда так, что я даже в своем обряде пела. А вот вопросы, которые вы задаете молодоженам, ну в частности, конечно, главный вопрос, согласны ли вы, да? Это все-таки формальность или вы обязаны это спросить? Это обязанность, это пафосная формальность, это подтягивает женихонесту. И я говорю в своей речи, что это тем самым вы произносите клятву, данную друг другу. А клятва, она как должна произноситься? Кратким, сухим словом, да. А если, к примеру, прозвучит нет, ну даже в шутку, регистрацию нужно останавливать, это считается попытками? Нет, ни в коем случае нельзя, потому что, вы представляете, вложен труд родителей, родственники должны слиться в большую родню, и вдруг я из-за каких-то фокусов и капризов могу им что-то поломать. Но можно сказать второй раз. Вы точно согласны? У человека может быть нервная почва. Человек может хотеть быть ярким, сказать нет, посмешить публику, а потом сказать, о да-да-да, я пошел. Ну такое бывает. Ну всем мы допомним, что мы находимся все-таки не в каком-то развлекательном заведении, все-таки отдел ЗАГС, это государственное учреждение. Ну вот мы сегодня, я думаю, напомним, что шутить с такими вещами все-таки не стоит. А были, кстати, те, кто говорили нет, ну по-серьезному, и вот свадьба отменялась? Нет, при моем руководстве не было такого. А вот до меня там было такое, да, я знаю эту женщину, она все-таки пришла под... А женщина сказала нет? Женщина сказала нет, она передумала, сказала нет, и потом уже жених впоследствии рассказывал, что он пришел домой, столы-то все равно накрыты были, все равно все это ели, все равно все это пили. Вот видите, как практика не совпадает с теорией, да, во всех каких-то анекдотичных ситуациях обычно жениху вот, да, слово нет приписывают, а оказывается, вот женщины могут говорить. Ну давайте все-таки еще вспомним, что мы сегодня с вами здесь не одни, у вас есть очаровательные помощницы, да, и хотелось бы начать, наверное, наверное, ну скажем так, по количеству отработанных лет. Вы 25 лет в ЗАГСе работаете, Ольга Георгиевна Адайская, 17, да, даже чуть-чуть, наверное, побольше, да. Ольга Георгиевна, вы тоже самое, было в вашей практике, когда вы вели торжественную церемонию браков, на вашей практике не встречались какие-то казусы и курьезы, все ли было спокойно у вас? Ну, в принципе, все спокойно, бывали, обычно, если передумывают, производить, ну, государственную регистрацию заключения брака, они заранее, за сутки все равно предупреждают. И были такие тоже, да? Были. Они бывают и довольно часто. Правда? Так, чтобы конкретно... Они бывают в государственной регистрации, звонят. Могут прийти и сказать, что перебил. Либо позвонят, сказать, да, что свадьба не будет. Но чтобы конкретно в зале, да, такого не было. Ну да, все-таки, да, наверное, все ночи долго не спали, на канале готовы. Ну, как правило, это такие свадьбы, которые не предусматривают пышное застолье, гости. То есть это те свадьбы, которые, да, думали просто распишутся, получат документ. То есть за этим никаких финансовых вложений не стоит. Вот такие, конечно, могут и передумать. В прошлом году у нас была ситуация, да, перебил, наверное, что хотели сказать. Когда с утра позвонила пара и сказали, что мы накануне вечером поссорились, и церемония не состоится, затем жених пришел. Людмила Владимировна имела с ним разговор, мы его отправили за невестой мириться. Невеста пришла, долго мы разговаривали в отделе. В конце концов, все-таки государственная регистрация состоялась. Какая у вас хорошая работа. Вот вы не только, да, что называется, штампуете эти печати, что семья, да, зарегистрирована, а что еще действительно в психологическую работу проводите. А знаете, мы смотрим, скорее всего, вот и девочки ориентируются на вот эту боль в глазах. Если бы это что-то было такое легкомысленное, никто бы, может быть, к этой священной тайне не дотронулся. Но когда вот эта боль, вот эти надежды, переживания, это так трогает за сердце, конечно, пытаешься навести эти мостики и примирить, и сделать так, чтобы все-таки свадьба состоялась. Ну, не только свадьбы, да, регистрируются в нашем отделе ЗАГС, есть еще и другие поводы. В частности, Ольга Георгиевна, к вам хочу вернуться, да, вы занимаетесь вопросно, в том числе и регистрацией маленьких лабутнанцев, которые появляются на свет. Да, на данный момент я занимаюсь государственной регистрацией рождения и установления отсутствия. С какими же цифрами мы подходим вот к завершению 2015 года? Неутешительные. Не так много, да? Не так много, бывало, да. У нас очень спресс был в том году. Мы перевалили 400, на моей памяти это первый раз. 400 малышей в год? Да, это первый раз, было за 17 лет. Прошлый, 13-й год мы немножечко не дотянули. На данный момент пока только... 350, по-моему, было, Олечка, да? 396. 396, а почти. Ну, прям вот 4, да? Да, 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 я очень, я говорю, я очень ждала их. Теперь у Олечки, Олечка. Да, да, а в этот раз не дотянем, может, знаю, потому что не бывает так чудес. 200 будет? Нет, 330 у нас. 330 малышей. Ну, может быть, до конца года вот... 70 не возьмем. Никак не будет, да? Нет, за неделю не возьмем. Столько не. Ну что ж, я думаю... Нет, это тоже неплохо. Неплохо, да. 365 дней в году, в день по ребенку, это же нормально. Это прекрасно. Прекрасно. Кстати, хотелось бы, наверное, еще как-нибудь узнать, как лабутнанги на общем фоне по округу выглядят. Ну, я думаю, не в последних рядах точно. Это нам в январе такие списки дают, да, и какой город, как вы будете. В январе будет хороший повод еще раз нам с вами встретиться. Видите, как здорово. Ну, а что касается имен детей, вот насколько у наших лабутнанцев фантазия тут бурлит, кипит. Какие имена выбирают? Ну, если брать самые популярные, это Полина, Дарья, София сейчас женские, мужские, Артем и Владимир. Вот они преобладают. Владимир, я даже предполагаю, да? Да, да. Мы тоже почему-то как-то вот в первую очередь склоняемся. А редкие все-таки старые склоняются Тихон, Платон, Савелий, Раиса и Лукерья была женское имя. Какое красивое имя Лукерья. А что касается количества рожденных деток, вот многодетные семьи у нас ли увеличиваются в своих масштабах? Увеличиваются, да. Я думаю, что не зря Владимир Владимирович в своем послании хочет обратиться к собранию продлить материнский капитал, потому что у нас намного больше стало рождаться именно вторых-третьих деток. Вот. Недавно мы регистрировали седьмого малыша. Мы очень были рады. И причем мы, Олечка, я перебью тебя, мы готовимся к таким моментам и заранее где-то просим спонсоров помочь, чтобы нам давали сертификаты, мы вручаем сертификаты. Многодетным, да? Многодетным, да. Какой-то подарок, какой-то презентик. Обязательно, даже если человек не готов, чтобы торжественно регистрировать, мы все равно этот пакетик вручаем, мы так гордимся, так радуемся. А вот пара, которая седьмого малыша регистрировала, это молодая пара или уже, в общем-то, ну, супруги, которые находятся в возрасте, ну, к сорока муж. К сорока они совместно проживают уже, я так думаю, более десяти лет. Вот. Не могу, не вспомню сейчас. Спрашивали у мамы или у папы как? Мама сказала, главное, чтобы папа помогал. Папа очень хороший и очень такая гордится. Я так была видна, что, видимо, и дети помогают, говорит. Меньше помогают, и папа хороший. Вот, видите, как здорово. А что касается торжественных церемоний регистрации малышей, вот пользуются ли этот, скажем так, да, ритуал, эта церемония популярностью или все-таки, ну, не так? Сегодня это не так пользуются, потому что это, суки, своего рода затратное мероприятие для того, чтобы хотя бы даже в ЗАГС пригласить. Вот вы понимаете, на крещение, когда приходят в церковь, да, все равно стол накрывают, гостей ведут. А здесь маленький ребенок, его и так уже на люди вынесли до 40 дней из дома. Вот какие-то свои такие приметы. И тут, да, все-таки не хотят лишний раз, вот эта нагрузка большая и на психику ребенка, ну, и затратно тоже. А ну, в этом году хотя бы одна вот была торжественная? Были, конечно, у нас есть торжественно регистрируем, но некоторых мы с девочками даже так придумали, насильно регистрируем торжественно. Вот просто мы окружаем коллективом, дарим подарок, говорю на пустые слова. Но это исключительная ситуация, когда... А вот позволяет ли нам закон, скажем так, отложить эту регистрацию? То есть вот сначала мама... В течение года без... То есть можно, да, сначала мама с малышом из роддома выпишется, пройдет те самые 40 дней, когда ребеночка не показывают посторонним, а потом уже прийти к вам в ЗАГС и вот эту церемонию торжествовать. Ну, это более праздник Советского Союза, понимаете? Испокон века было самое главное, это крещение ребенка. Все остальное, это уже не так важно и значимо. Ведь перекрещение уже выбирается. Крестные, кто несет также ответственность психологическую за воспитание ребенка. Поэтому считаю, что достаточно этого. Еще одна Ольга есть в Лабутнанском отделе ЗАГС. Ольга Юрьевна Незнаева, которая 12 лет трудится у нас в ЗАГСе. Ну вот, к сожалению, ваш фронт работ, по крайней мере, последние годы, связан с такими печальными событиями, как разводы, регистрация смертей. Да, что говорят цифры вот на этом направлении? Наверное, понятно, что об этом не возможно. У нас в том году сколько было разводов примерно? Около 200. Около 200, да? Ну, у нас этот год тоже, мы как-то ровненько идем по разводам. Одинаково. Одинаково, но тем не менее, в общем-то, ничего хорошего, да? Многовато считается вот по нашим меркам? Да нет, да, наверное. Вы знаете, не то, что многовато. У нас многовато бывает в двух ситуациях. Перед Новым годом и перед отпуском. Это вот такая... Да, такая тенденция. Разводы же это не всегда плохо. Да, иногда это повод сохранить семью, да-да-да. Иногда граждане, супруги должны понять, что друг без друга не могут. Иногда вот высыкают искры, подают на рассторжение, ну, притирается. А потом они все равно приходят регистрируются. Это хоть и маленький процент, но такой процент все равно существует. Ну, а, наверное, вам еще доставляют работы те пары, которые, ну, скажем так, таким нехорошим образом пытаются запугнуть, припугнуть супруга методом шантажа, что вот я сейчас пойду, подам на развод, если ты там, ну, к примеру, да, не справишься или там что-то... Это для нас, кажется, для посторонних людей нехороший способ. А для них это конкретно житейская ситуация. То есть если надо припугнуть, можно пойти... Приструнить, да. Потому что, как правило, мы забываем друг другу говорить хорошие слова часто, обниматься, какую-то нежность проявлять, какая-то рутина бытовая. А потом еще и пороки. Бывает алкоголизм в себе, мало ли какие пороки. И жена последний, вот этот метод, она использует расторжение, и потом муж начинает конючить, выпрашивать, клясться в том, что исправится. Жалко, когда молодые браки расходятся. Вот они только заключили брак, а уже на следующий год родился ребенок, а они приходят... А запоминаются ли вам какие-то рекордные сроки браков? К примеру, вот вы точно знаете, ну, буквально месяц назад их регистрировали, уже вот прошел месяц, пришли разводиться. Такое редко бывает, только, по-моему, бывает. Ну, хотя бы год, но живут, да? Вот примерно через год. Бывает меньше года. Полгода бывает. Бывает, да. А кто чаще приходит подавать заявление на развод, мужчины или женщины? А сейчас и мужчины, и женщины. В равных долях? Мужчины, если раньше женщины были инициаторами, то сегодня мужчины точно так же приходят, да? Хочу с ней развести. Если бывает так, что уже когда они вот из кабинета Ольги Юрьевны выйдут, и я иду вслед за ним, просто там за документами, они стоят о чем-то, говорят, ты включаешься в разговор, и вот буквально вот неделю назад... Они передумывают, заходят в кабинет, когда Ольга Алексеевна... Она стоит, плачет, она такие слезы, у нее такие, вот это невозможно, она стоит святая Мадонна, такая чистая, трогательно, нежная, он яркий, пафосный такой, она плачет, не может еще, она даже горло, я начинаю говорить, говорить, и потом завершаем разговор, что я думаю, что на следующий год вы придете и подадите заявление на вступление в брак. Вот недавно была такая сказка. Да, а он и говорит, я тоже на это надеюсь. И у нее слезы моментально перестали течь, она моментально заулыбалась. И пошли совершать работы над ошибками в своих отношениях, в своем поведении. Ольга Юрьевна, все-таки о чем же говорят цифры? Вот сколько у нас разводов на конец 2015-го примерно? Сегодня у нас сколько? 197. Ну, около 200. Около 200, да. Такая печальная тема, как уход из жизни. Ничего хорошего говорить об этом в предновогодние дни, но это жизнь, это ваша работа, и вы с ней сталкиваетесь. В этом году прямо мы очень сильно идем вперед по смертям, это на 20 записей у нас где-то больше, чем в прошлом году. А вот несмотря на то, что женщины боятся высокостного года, то я хочу тоже с экрана телевизора обратиться, что высокостный год к семейным узам не имеет никакого отношения. А мы сейчас об этом тоже поговорим с Натальей Алексеевной. Поэтому вот у Ольги Юрьевны, конечно, нагрузка большая, мы к ней забегаем в кабинет и говорим чаю, кофе. Я, кстати, Лена, никогда не задумывалась, что я занимаюсь вот такой вот работой, отрицательной. На следующий год переделать, конечно. Я тоже так думаю. На следующий год мы хотим разделить Ольгу Юрьевну. А вот, кстати, меняются как-то сферы направления, да? Меняемся, да. То есть какое-то количество лет отработали в одной сфере, переходим в другую, но это чтобы не... Профессионализм оттачивать, да, да. Чтобы заменять друг друга, магнит. Но вот вы говорите, что вы не задумывались, значит, как-то все-таки удается себя держать, потому что, ну, вот каждый день, конечно, видеть, да, заплаканную лиц. У нас по характеру очень сдержанный, очень скромный человек. Эмоции-то надо все равно держать при себе. Ну, вот в этом случае эмоции, да, наверное, их нужно держать, потому что если плачет, человек будет видеть, что еще сотрудник ЗАГСа будет, да, вытирать слезы, выдавая справку, конечно, тут, ну, ситуация не погуляет. Нет, 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 это и не такой возможности. Это я могу вытирать слезы, капать валерьянку, говорить о духовном. И у меня есть книги, которые мы брали в церкви, что такое девять дней, почему от нас уходят, ну, там, по каким канонам нужно. И я уже вижу, пока они в очереди сидят с черными повязками, я уже вижу, что иногда кому-то надо обратиться, воды предложить попить, да, поговорить о чем-то духовном, да. Сейчас мы перейдем к более радостной, к более приятной теме, Наталья Алексеевна. Сейчас доберемся до фронта вашей работы, но предлагаю сделать небольшой перерыв, посмотреть, скажем так, небольшой свадебной факторией о том, какие раньше были свадебные традиции, с чего вообще началась свадебная история торжественных регистраций брака. Давайте прервемся буквально на пару минут. Может быть, за это время к нам еще дозвонятся наши телезрители. 2-16-38, телефон нашего прямого эфира. Ждем вас. Присоединяйтесь, пожалуйста, к разговору. Основу семейного права в России заложил Петр Первый, который одним из своих указов провозгласил принцип добровольности вступления в брак. Впрочем, приносить присягу, что молодожены не принуждались к браку, должны были не они, а их родственники. Кроме того, Петр Первый ввел устав, суть которого заключалась в том, что запрещалось женить дураков, которые ни в науку, ни в службу не годятся. При венчании было необходимо предъявить справку о знании арифметики и геометрии. Привычное для нас заключение брака в ЗАГСе появилось 56 лет назад, 1 ноября 1959 года, когда в Советском Союзе был открыт Первый дворец бракосочетания. В то время в целях увеличить рождаемость в стране советское государство всячески поддерживало желание граждан официально оформить отношения. На холостяков, которые желают жить в гражданском браке, и чувствовать себя холостыми, накладывали налог. А семьям, наоборот, помогали. Государство приветствовало каждый новый брак и даже выплачивало деньги на покупку обручальных колец. Молодые семьи имели льготы и на получение бесплатного жилья. Говоря о традиции непосредственно церемонии бракосочетания, стоит отметить, что несмотря на повальную стандартизацию, в республиках бывшего Советского Союза сохранялись свои народные и религиозные обычаи. В Таджикистане даже спустя 40 лет после победы советской власти никто не мог видеть лица невесты во время церемонии. К концу прошлого века сценарий проведения городских тадживских свадеб приблизились к европейским. Девушки стали выходить замуж с открытыми лицами. А вот грузинская невеста должна была уметь не только остановить коня на скаку, но и при необходимости уметь его оседлать. А в Прибалтике, наоборот, жених должен был впечатлить невесту, помыв ей ноги. На Украине по старинной традиции раньше было принято стучать в дверь специально резной тростью, перед тем, как молодожены войдут в дом. На ненецкой свадьбе невесте положено было прыгать через веревку. В тяжелой малеце это делать непросто, но и пасти в тундре оленя не легче. Жених должен быть уверен, что его будущая жена с этой задачей справится. Молодежь, в свою очередь, тоже пыталась всячески разнообразить свадьбу. Считалось, что дабы уберечь будущую жену от злых духов, муж должен был внести ее в дом на руках. Строители БАМа так и делали, но по несколько иным соображениям, чтобы уберечь белые туфли жены от гряди. Напоминаю, что это программа «Точка зрения». Мы работаем в прямом эфире. Высказать свою точку зрения можете и вы. Ждем ваших звонков по телефону 2-16-38. Ну а мы продолжаем говорить о работе нашего лабутанского отдела ЗАГС и переходим к более приятной теме, к теме свадебных регистраций. Наталья Алексеевна Вениченко за этот фронт работы отвечает. Наталья Алексеевна, 4 года вы работаете в городском ЗАГСе. Вот сейчас, слушая нашу справку, согласны ли вы с Петровским указом, который гласил, что мужчине, прежде чем жениться, справку нужно было предоставить о познаниях в алгебре и геометрии. Вот нашим современным женихам, если бы можно было придумать такой вот документ, вот справку от кого бы им надо? Может быть, и не знают. Неврологов, в обморок они падают от волнения. Но у нас прохождение медицинского обследования в том числе предусмотрено только это по желанию граждан. Это по требованию жениха и невесты. Если у кого кому претензии, сейчас зовут ВИЧ-инфекция. А, то есть может справку затребовать? Да, да, да. Я пойдем с тобой подавать заявление, если будет предоставлена справка. Так, но я-то решила пошутить. Я даже не знала, что это на самом деле. Нет, предусмотрено законодательством, только, естественно, это выбор граждан. То есть у нас законодательство не обязывает каким-то таким побуждениям, в принципе, дает выбор. Поэтому, если кто-то из сторон желает знать историю своего будущего супруга. А вот что касается еще такого момента из прошлого нашего, что, оказывается, заветное слово «да» раньше говорили не сами молодожены, а их родственники. В наше время родители большую роль играют, скажем так? Нет? Не слушают родителей наших молодежей? У нас свободная молодежь, да, в брак вступают периодически, не выйдя из возраста юношеского максимализма, когда я, вот, хочется самостоятельности и так далее. Ну, в принципе, мы говорили в специальном репортаже, что возраст вступающих в брак, в принципе, на сегодняшний день, он увеличился, поэтому немножко ответственнее ставят. Во сколько у нас сейчас? Подходить ближе к 25 в среднем, потому что если 80-е годы посмотреть, там все-таки 18-19 лет. А в столице 27-30-32, а в провинциальных городах 25? Пополняя электронную базу архива, в принципе, он встречается, замечая, что раньше возраст был гораздо раньше, то есть школу закончили, поступили, не поступили. Раньше и поступающих в ВУЗ было гораздо меньше, сегодня больше уделяют внимание. Раньше были фамики завода, да, работающая молодежь. А вот буквально недавно мы говорили о том, что иногда полезные заявления на развод подать и так далее. А вот, кстати, вступающие в брак бывших супругов, много ли на вашей практике? Кто повторно? Много. При том, что одни и те же. Много. Мы уже говорили, опять же, об этом. Есть пары, которые третий раз в брак вступают. То есть люди по каким-то обстоятельствам брак прекратили, пожили. Доказали. По закону ограничений, я так понимаю, здесь нет, да? Ограничений нет. Вы знаете, это бывает иногда юридический фактор, то есть юридические люди брак прекратили, семейные отношения сохранились, то есть они продолжают жить вместе. Решили свои вопросы бытовые и опять вступили в брак. Да, какое-то сиюминутное, возможно, было решение. Бывает, люди брак расторгают. Если есть совместные дети, брак прекращается в судебном порядке. Решение судом было вынесено. Люди до ЗАГСа не дошли, полагая, что, в принципе, на этом все закончилось. И вдруг решили возобновить отношения. Естественно, мы их провожаем сначала к Ольге Юрьевне. От Ольги Юрьевне плавно граждане переходят в кабинет, где принимаются заключения. Наталья Алексеевна потом к Каване в зал регистрации. По всем, да, по кругу? Да, все работает. Что касается тех влюбленных, кто, может быть, скажем так, в почтенном возрасте находясь. Но ведь, как мы говорим, что любви все возрасты покорны. И уже в этом уважаемом возрасте люди тоже соединяют себя. Достаточно много пар. Тоже много, да? Причем есть пары, которые прожили практически всю жизнь вместе. Решили и внуков. И вот вдруг они пришли к тому, что все-таки брак нужно заключить. Бывают пары, которые, в принципе, нашли друг друга уже. В позднем возрасте. Да, в таком почтенном возрасте. Им причем они приходят, стесняются. Вы знаете, они очень трепетные. Они, наверное, даже трогательнее и трепетнее друг к другу относятся, чем молодые пары. Хотя, вот знаете, когда приходят и молодые, и немолодые люди, пару в принципе видно. То есть можно, да, визуально определить, там, фиктивный брак, настоящий брак. Тут даже речь идет. Нет, 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 кто лидер, скорее всего, можно определить, кто будет лидер, кто доминирует, кто подавляется. Тут даже речь идет не о фиктивности брака, а во взаимоотношении молодых. Семьей жизни. Либо это вынужденная какая-то ситуация, и вот, ну, случается так, да, беременность, нечаянно наступившая, не все умеют планировать семью и до сегодняшнего дня. Ну, как-то сохраняется у нас эта тенденция, какие-то обстоятельства. Никто не спорит, может быть, и будет крепким брак. Есть пары, которые, ну, вот как-то почему-то пришла пара, но нет трепета в глазах, и, в принципе, вот через год смотришь, да, они пришли к Ольге Юрьевне. А есть пары, которые за руку держатся и в глаза друг друга смотрят, очень трепетные отношения. У нас была пара, они подали заявление на торжественную регистрацию. Случились какие-то жизненные обстоятельства, они пришли, отменили торжественность, попросили неторжественно их зарегистрировать. И в день бракосочетания пришел молодой человек, у нас прием с Ольгой Георгиевной, мы вдвоем работали. И он сказал, вы знаете, у нас первый брак, мне так жалко оставлять мою будущую супругу вот без этого праздника. Пожалуйста, можно? Мы извинились перед людьми, которые сидели в очереди, включили музыку и завели пару. Ну, почему нет? Это их день, они его должны запомнить, они должны войти в эту супружескую жизнь вот на каком-то позитиве. Как здорово у вас там, да, вот бывает, настоящая жизнь, да, на ваших глазах, начиная вот от рождения семьи. Но все-таки, если говорить о цифрах, вот 2015 год завершаем, с какими итогами? Хотя, в общем-то, еще пятница у нас одна осталась в этом году, на 25 декабря она выпадает. Вот если без учета пятницы, вот примерно сколько у нас браков на конец? Ну, на сегодняшний день у нас 203 браков, 203 на сегодняшний, завтра у нас плюс регистрация 204, но в пятницу еще у нас будет достаточно много. А в пятницу, в последний пятничный, вот день 2015-го много там планируется? 9 регистраций, потому что просились все, насколько возможно, Насколько возможно, все время, которое у нас позволяет программой, мы заняли, но постарались всем угодить. В общем, 25 декабря это свадебный бумлобус. В любом случае, так же, как и Ольге Георгиевне по рождению, цифра неутешительная, браков в этом году меньше. В прошлом году мы радовались, потому что у нас был всплеск, браков было много по сравнению с 2012, 2013 и 2014 годом. Ну, немного 30-20, вот примерно в этих цифрах, да, в этом году у нас меньше. И причем стоишь перед ними, вот с толмудами показываешь, что высокостный год никакого влияния не оказывает на семейное население. Вот давайте, кстати, да, еще раз все-таки проговорим, вот этот момент суеверия, Наталья Алексеевна, у нас не так много времени там остается, но вот хотелось бы проговорить про наступающий, да, высокостный год и про красивые даты. Верят в суеверие, верят в красивые даты, не спорю, и хочется, конечно, может быть, какую-то запоминающуюся дату. Хочется людям сказать, та дата, в которую вы зарегистрируете брак, вы ее все равно запомните, это день рождения вашей семьи, она все равно будет вам дорога, какой бы она ни была, красивая, ну, как можно сказать, что дата некрасивая. Да, мы всегда говорим, надо верить в любовь. Да, верить в чувства, которые вас привели под союз гимнерой. Уверенность завтрашнем дне дают не суеверия, уверенность завтрашнем дне дают те человеческие качества, которые в тебе сформировались. А много распадается или вообще распадаются, или вот эти свадьбы в красивой даты? Да, распадаются. Распадаются. Неофициальная статистика, мы, в принципе, для себя ее наблюдаем. Те пары, которые выбирают красивую дату, в большинстве своем они возвращаются, да, не прожив, бывает и практически года. Все-таки високосный год, который наступает, не надо ничего бояться. Не нужно бояться мая, никто не будет маяться. Не нужно бояться високосного года, нужно прислушиваться все-таки к своему сердцу, к своим чувствам. К здоровому смыслу. Да, сердце подскажет. Еще есть моменты, которые хотелось бы сегодня нам обговорить. Надеюсь, что сейчас в кратком таком варианте мы все-таки их затронем, да. Ольга Георгиевна, еще, что касается вашего фронта работ, это исправление ошибок. Вот здесь, наверное, больше такой, знаете, полезный совет, да, нашим гражданам. Какие чаще всего ошибки встречаются в документах, в которых вы работаете? Не читая документы, указы. Бывают описки. Ее очень сейчас вообще прям распространено. В этом году у меня очень много заключений с исправлением Е и Ё, потому что в одних документах Ё, в других Е, не могут доказать родственную связь с детками. То есть это не просто вот, да, что, ой, у меня не хватает точек. Это ведь еще одна глава распечаток. Чтобы обращали внимание, и самое главное, если есть отчество, в одном документе написано Валерьевич Геннадьевич, а в другом документе Валерьевич Геннадьевич. Уже разное. Уже разное. Сразу получили документ, сразу читайте. То есть вот такие моменты. Ну, то есть обращаемся к гражданам. Конечно, проверяйте документы, когда их получаете. Соответственно, смотрите, приводите в порядок, чтобы это не было вот... Мне нужно сейчас. Это очень проблемно. Почему? Потому что это связано с запросами. С запросами бывает даже в другие государства, потому что мы многонациональная страна в прошлом, да. Как говорится, очень многие рождены, либо брак заключали, кто в Казахстане, кто в Украине, да, кто в Молдавии. Соответственно, записи оттуда идут по полгода. Если кто-то видит, приходите, будем работать. Ну, я думаю, что здесь еще стоит обратить внимание родителей, которые называют своих детей, да, вот, например, есть имя Наталья, как мы говорим, есть имя Наталья. И должны детям говорить, получая паспорт, обратите внимание. Что ты не Наталья, а ты Наталья. Паспортист, да, тоже можешь думать, считать, что это одно и то же. Наталья, Наталья. Поэтому родители должны говорить. Людмила Зимброва, ну, наверное, еще такой завершающий момент в нашей беседе. Тема усыновления. Но усыновление, наверное, не в том плане, когда, да, семья берет на воспитание другого ребенка. К примеру, когда у женщины... Один из другов. Да, повторный брак, есть ребенок от первого брака. Любимая ваша тема. Почему? Потому что проблемная или потому что наоборот? Нет, потому что я такая умная. Я, значит, раньше это такое наводнение было. Значит, как только вступает в брак, обязательно муж должен усыновить ее ребенка. Она должна в коллективе гордиться, хвастаться, говориться. Вот, он не только меня взял, он еще усыновил моего ребенка. Зачем? Зачем вы это делаете? То есть вы противницы, когда мужчина усыновляет ребенка? Да. Осмыслите сначала. Будете ли вы до 18-летия ребенка жить с этой женщиной? Не расторгнете ли вы? Или если даже вы расторгнете, понимая, что это не ваш по крови ребенок, будете ли вы ему помогать покупать сапоги, компьютерные игры, кормить, содержать? Подумайте, тысячу раз подумайте. И вот когда вы, к примеру, остаетесь... Ведь все равно ребенок должен знать свои исторические корни. Ребенок-то по любви все равно зачинался. И вот в 18 лет, когда ребенок вырос... А сейчас уже в 14, он имеет право прийти в ЗАГС и сказать, меня воспитал отчим, я сам принял решение взять его фамилию и его отчество. Вот это будет более правильный подход. А не то, что мама докажет в коллективе, друзьям, что не только меня взял, еще взял моего ребенка на себя. В общем, прежде чем вершить чьи-то судьбы, нужно подумать. Точно так же, как и молодожен. Вот они вступают в брак, обязательно родители должны спросить, сын или дочь, что ты хочешь от этого брака? Что ты можешь, что ты знаешь? Задайте элементарные вопросы. Все. К семейной жизни, в общем, нужно готовиться, подытожим. Обязательно, да. У нас завершается время нашего эфира, сейчас буквально по 20 секунд от каждой из вас. Хотелось бы услышать какие-то, такие, может быть, напутственные слова, слова пожеланий всем жителям нашего города. Ольга Юрьевна, буквально пару слов. Я хочу, чтобы все же люди поменьше ко мне приходили, работа у меня найдется, и я всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. Спасибо. Пожелать здоровья, счастья, любви, чтобы браки были долгие. Любви, вы у нас будете завершать, поэтому, с вашего позволения, перейду к Ольге Георгиевне. Поздравляю всех граждан нашего города с наступающим Новым годом. Желаю удачи в Новом году, исполнения желаний, конечно же, как говорится, в год по одной мечте, к концу жизни. Вам зовут как раз пусть побольше приходит, вы с благоприятным фронтом работ, да, у вас? Приходите, мы очень рады, будем работать, приходите. Может быть, в следующем году поставим рекорд, и уже будете регистрировать не седьмого, а десятого ребенка в семье. Может быть, тройни у нас в городе наконец-то зарегистрируются, да? Двойни у нас в этом году много, четыре двойни, тройни еще не раз. Ну вот будем в шестнадцатом году ждать тройни. Наталья Алексеевна. Я, конечно же, присоединяюсь к поздравлениям своих коллег. Наступающий год – это год обезьяны. Как ни абсурдно, может быть, будет сказать, все-таки этот примат, который живет в семье, и семьи у приматов достаточно крепкие. Я желаю всем нашим жителям крепких семейных отношений. И как мы обычно говорим молодоженам, приходите к нам только по хорошим случаям. Спасибо большое, Людмила Владимировна. Буквально тоже пару завершающих слов от вас. Я желаю тоже поздравить всех жителей города с Новым годом. И очень хочу попросить обратиться, даже если вы подаете заявление и брак регистрируете в неторжественной обстановке, обязательно одевайтесь красиво. Пусть ваша одежда подчеркнет, что у вас исключительный день. Пусть ваши глаза светятся и горят. Не приходите с унылыми глазами, с обреченным настроением. Мы хотим подать заявление о наступлении брака. Пожалуйста, подтянитесь к этому дню. Помните, что это все-таки праздник, а у кого-то праздник на всю жизнь. Спасибо огромное. И, кстати говоря, праздники. Мы вас поздравляем с прошедшим профессиональным праздником. Хотя он у вас был насыщенным рабочим днем, но будем надеяться, что все-таки это приносит вам удовольствие, потому что свадьбы, регистрация малышей – это такие хорошие, приятные поводы. Хороших вам приятных поводов и в работе, и в личной жизни. И тоже с наступающим Новым годом. Спасибо. Дорогие друзья, программа «Точка зрения» завершается. Мы желаем вам хороших, приятных семейных событий. И оставайтесь всегда вместе с Лабутнадским телевидением. С наступающим вас Новым годом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok